И пользуясь предстоящими теплыми выходными, красноярцы ринулись из города на природу или на озера. На выезде из Красноярска в сторону Солнечного собралась огромная пробка. Затор начинается с улицы 9 Мая. На месте находится наш корреспондент Елизавета Ополева. Она на прямой связи со студией. Лиза, как сейчас обстановка, чем там и почему люди встали в пробку? Да, Лиза, мы сейчас находимся на выезде из города в сторону Солнечного. Здесь сейчас собрался затор. Вот такая ситуация примерно сейчас на дороге. Вы можете ее увидеть. Собственно, пробка до сих пор продолжается, несмотря на то, что час пик уже миновал. Но сейчас она уже потихоньку рассасывается. Но все равно, как мы можем видеть, водители, которые едут со стороны 9 Мая, все еще стоят. Вот затор все еще продолжается и движение достаточно напряженное. Хочется сказать, что летом проблема с пробками у нас в любом случае насущная и частая. Поскольку люди едут на дачи, люди едут на озера и выезды из города, не только выезд в сторону Солнечного. Многие выезды затруднены и у водителей есть некоторые проблемы. Иногда в пробке можно простоять даже несколько часов. Вот, например, сегодня мы также были на улице Свердловской. К счастью, сегодня вечером там движение уже абсолютно спокойно и водители абсолютно беспрепятственно передвигаются по этой улице. Кстати говоря, на улице Свердловской 12 июля начались ремонтные работы, которые должны завершиться в конце этого месяца. Собственно, 19 числа на днях пробка достигла аж 10 километров. Поэтому, видимо, люди испугались и ринулись именно на этот выезд из города, чтобы не простоять, не потерять свое время там. Мы сейчас посмотрим, что нам показывает сервис Дубльгиз. Вот, собственно, все у нас красненькое здесь. Пробка больше километра. Где-то, наверное, около полутора километров. И сейчас появилось такое новое развлечение у водителей. И пока они стоят в пробке, они пишут комментарии в Дубльгизе и таким образом общаются друг с другом. Сейчас я зачитаю некоторые из них. Вот, например, Виктор пишет. Обменяю машину на велосипед без доплаты. Вот очень такое своевременное решение от Виктора поступило. Тот же самый пользователь пишет. Может, по кофейку. Ну, да, кофе действительно не помешает в такой ситуации, когда ты очень долго стоишь. Неужели реально столько дачников? Это просто жесть, сколько стоять, пишет Кристина. Ну, действительно, люди у нас любят отдыхать на природе, поэтому этому факту удивляться не стоит. И еще один комментарий. Одним словом, пятница. Вот такую вот реакцию мы сегодня получили. Радует, что люди не грустят, не огорчаются и как-то вот на позитиве держатся в этой ситуации. Но, конечно, в любом случае водители нервничают. Кто-то сигналит, кто-то ругается, но без этого никак. Будем надеяться, что эта ситуация скоро прекратится, что-то изменится в лучшую сторону. Но, к сожалению, на выходных вот мы имеем вот такую картину. На выходных мы стоим и, опять же, в воскресенье, в воскресенье при въезде в город уже пробки образуются. Но здесь, видимо, ничего поделать нельзя. Бесконечно идут разговоры о том, как же эту ситуацию разрешить. Бесконечно ГИБДД думает, что тут можно сделать. Но, к сожалению, пока так. На той же улице Свердловской, как нам объяснили в управлении дорог и благоустройства, что дорожники пытаются сделать что-то, пытаются как-то эту ситуацию, скажем так, свести на нет. Пытаются работать на одной полосе, пытаются убирать технику, так сказать, на встречную полосу движения в случае чего. Но, к сожалению, кардинально эту ситуацию не меняет. Трафик действительно высокий. И не имеем мы столько полос, чтобы водители распределились по полотну. Поэтому сейчас ситуация такая. На этом у меня все. Лиза, передаю слово студии. Спасибо. Это была моя коллега Елизавета Ополева. Она рассказывала о дорожной ситуации в Северном на выезде из города.